Добрый день, в эфире на Антопан на русском. Гость программы, исполнительный директор общественной организации против правового произвола, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Добрый день, госпожа Алавердян. Добрый день. Большое спасибо, что приняли мое приглашение. Первый вопрос такой, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию и куда, по-вашему, она идет корнями, в корень, как говорится? Спасибо за вопрос. Давайте мы просто сегодняшнюю ситуацию опишем. Очень кратко. Азербайджан последовательно выполняет программу изгнания армян со всей территории, не только Арцаха, Нагорного Карабаха. Но у него задумка вообще со всего Южного Кавказа. И это не скрывается. Очень важно отметить, что азербайджанские политики никогда не скрывали, что их конечная цель – это овладение практически всеми армянно-населенными пунктами. То есть, если брать по существу, то есть, изгнание армян с их исторической родины. И если мы смотрим только на блокаду, которая называется блокада, ну это, извиняюсь, геноцидная блокада. Ведь же не скрывают, что их цель не гуманитарная катастрофа, что кто-то там голодал, страдал. Нет. Цель очень ясная – это или изгнание, или принятие гражданства Азербайджана, что четко все политики Азербайджана знают, что это невозможно. То есть, мы понимаем, что сегодня идет продолжение той политики, которую Азербайджан начал еще в 1918 году с момента создания Турции на территории, не принадлежащей Османской империи, создания еще одного турецкого государства. И это государство создавалось, это можно посмотреть все документы, телеграммы, письма за этот период. Эта республика азербайджанская создавалась для продолжения и завершения геноцида армян уже в Восточной Армении и везде, где жили армяне, а именно в Южном Кавказе. Эта политика никогда не скрывалась, она завуалирована была в советское время. Я напомню, что Гейдар Алиев в свое время похвалялся, придя снова к власти в 1993 году, он похвалялся, он говорил, я вел такую демографическую политику, чтобы численность армян на Горном Карабахе постоянно уменьшалась, а численность азербайджанцев увеличилась. Мы знаем жестокие случаи насилия над детьми и прочее. То есть она была только, эта политика завуалирована, о чем, собственно говоря, признался Гейдар Алиев уже после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Теперь то, что мы имеем в самом корне уже в советский период, вот все очень вроде бы хорошо помнят Сумгаид, называют это погромами, называют совершенно такое выдуманное число убитых. На самом деле даже Кончаловский, который по заказу Азербайджана снимал фильм о Гейдаре Алиеве, он в своем фильме говорит, во время погромов, в частности в Баку, ежедневно убивали не менее ста людей. Это Баку. А в Сумгаиде вы знаете, что единственный случай геноцидного акта, который удостоился в советское время судебного разбирательства. И мало кто вот сегодня помнит, что изгнание армян из Баку в октябре-ноябре, на конце ноября 1988 года, более 240 тысяч армян были изгнаны. Почему именно ноябрь? А потому что именно в это время шел открытый процесс над убийцами армян в Сумгаиде. Этот процесс был в Москве. И там уже начинался вот этот процесс героизации. Стояли там десятки людей с плакатами, восхваляющими убийство армян и восхваляющими этих убийц. И именно в связи с этим открытым процессом началось изгнание армян из Баку. Теперь давайте мы посмотрим, что потом, вот в 88-е годы, это очень плохо, это осуждается, что-либо изменилось в советское время. К сожалению, не только не изменилось, потому что мы уже упомянули Баку, Баганзак. Более 320 армянонаселенных пунктов подверглись насилию, изгнанию, убийству. И таких действий, о которых нельзя говорить публично. Так вот, это действие все, геноцидная политика продолжалась в то же, даже вот-вот уже будет распадаться Советский Союз. А именно, в апреле 29-го, это уже у нас завтра, 29-го, 30-го апреля, беспрецедентная акция, которая осуществлялась в рамках операции «Кольцо». Я вам хочу напомнить, что операция «Кольцо» название идет еще со Сталинградской битвы. Это тогда окружение фашистской и нацистской Германии и ее войск называлось операцией «Кольцо». Затем это же название было перенесено на афганские события. И вот в третий раз это название «Операция «Кольцо»» было снова реанимировано в отношении сел Арцаха, Нагорного Карабаха. И это было сделано точно по такой кальке, по которой делалось это вот как в Саленграде, так и в Афгане. А именно, 29-го апреля утром рано два села, а они были рядом. Одно село достаточно большое, более 5000 населений, это Геташен. А рядом Мартунашен, где-то около 400 человек. Это практически как бы достаточно близкие друг к другу сел. Вот эти села были окружены войсками Красной Армии Советского Союза, а также помощниками из числа ОМОНа Азербайджана. То, что происходило в Геташене и в Мартунашене, несправедливо сегодня просто предается забвению. Я хочу сказать, завтра отмечается День гражданина в Армении. И это постыдно, что нету упоминаний, вообще не собираются упоминать о невинно убитых. Причем убитых как? Я не могу забыть, когда эти люди, наконец, их оттуда вывезли, то есть их изгнали с мест Геташен. Для армянской публики это понятно, что это такое. И зачастую это называли воротами в Нагорный Карабах, и это не случайно. Это героическое село, которое достаточно долго умело себя защитить. С 1988 года, как я сказала, эти процессы продолжались, но они умели себя защитить. Так вот, с помощью советской армии, частей советской армии, была произведена операция по полному изгнанию. При этом сначала были убийства, в том числе танками приезжали по, не по телам, а по живым людям, которые хотели, ну как бы, своими действиями остановить танки. Я не могу забыть голос учительницы начальных классов в Мартовношене, которая уже в Москве, а я тогда была ответственным секретарем землячества Арцах, и тогда мы организовали вывезенных или изгнанных оттуда армян, одну группу. Мы повезли в Москву, чтобы они сообщили всему Советскому Союзу, то, что на самом деле происходит днем, на глазах у всех происходит. И вот голос этой женщины, где Мартовношен, нету Мартовношена, на ее глазах танк проехал по ее супругу. То есть она, даже не, она потом говорит, что было невозможно собрать и что-то похоронить. Это была жестокая акция, и это было в назидание. Вот опять-таки все думают, это было случайно. Но именно с этого дня началась операция «Кольцо», которая завершилась аж 20 августа того же года, когда ГКЧП, когда этот провал ГКЧП и прочее. То есть мы должны понимать, политика изгнания была откровенно уже государственной политикой советского еще Азербайджана. И это происходило, повторяю, при таком строе, который называют тоталитарным. То есть тоталитарность вообще-то означает, что не может происходить ничего без ведома или, так сказать, чтобы не было прекращено со стороны властей, чтобы мы поняли. Вот это все происходило, и надо вам сказать, что в течение двух недель операция «Кольцо» докатилась уже до Нагорного Карабаха, уже Степанагирт и прочее. Надо напомнить, что до этой операции уже в середине апреля были арестованы, похищены или взяты в заложники. Более 520 человек в Карабахе. Надо сказать, что наша организация создалась именно, то есть она инициировала создание организации именно в связи с появлением абсолютно несуществовавшей до того времени в Советском Союзе уязвимой группы. А именно, мы их так и назвали, незаконно арестованные, заложники, похищенные. И организация тогда называлась «Защита прав таких людей». Понятно, что в советское время нас даже не зарегистрировали. Мы обратились сразу в Генпрокуратуру Советского Союза. И надо сказать, что армянская диаспора Москвы сыграла решающую роль в возвращении, достаточно быстром возвращении в свои дома. Более половины из этих лиц, которые оказались буквально в ситуации, когда никто не знал, где они и что с ними происходит. То есть они вернулись в Азербайджан? Они, их вот, Генпрокуратура смогла по сигналам армян Москвы, смогла их вернуть. Но более 250 человек так и оставались в местах, о которых никто не сообщал. Это советская власть, это советский Азербайджан. Вы понимаете, сегодня, когда возмущаются или удивляются, что как так? Блокада вот уже сколько месяцев, дни считались сначала, теперь месяцы. Как это так? Нету соответствующей реакции международных организаций или международного сообщества в лице каких-то государств. Я вам хочу сказать, ситуация тогда, она несколько отличалась. Как бы международное сообщество реагировало каким-то образом. И в частности, были взяты первые заложники врачи, три врача были взяты в заложники. Журналист Вартану Банессиан был взят в заложники. И тогда реакция международного сообщества, по крайней мере, общественных международных организаций, была очень живая. И именно из-за этой реакции было возможно вернуть. Мучения и пытки, которым подвергались врачи, я повторяю, это не для публичного, так сказать, не для публичного высказывания. Но об этом врач один, он только остался живой, Георгий Грекорян. Он написал небольшую брошюру, потому что он врач, и он описывал, как еще и относились к ним врачи. То есть, если мы посмотрим на то, что происходит сегодня, мы должны искать не в психологическом портрете политических деятелей, мы не должны смотреть, как говорят, в менталитете нации. Я против этого выражения, потому что это четкое выражение российской политики. Нам надо смотреть исключительно на неизменную геноцидальную политику Азербайджана, которая ей предписана была, и она родилась для этого, для осуществления со стороны Турции. И сегодня оба эти государства, понимаете, они даже не цинично, они демонстративно противопоставляют себя международному праву и продолжают эту политику на глазах всего международного сообщества. И надо вам сказать, у нас сегодня, как я понимаю, министр иностранных дел Франции, а до этого, значит, она посетила Баку, министр иностранных дел Франции, госпожа Кэтрин Кулана, она поблагодарила Азербайджан за его мирную политику, за политику установления мира в регионе. Кэтрин Кулана физически полностью здоровая женщина. Соответственно, тут надо говорить о нравственных каких-то потерях, которые претерпела эта женщина, которые находятся на одной из почетнейших должностей, это министр иностранных дел. И это в стране Франции, у которой национальное собрание, обе палаты, они не просто призывают к ответственности Азербайджана, они признали не только геноцид, но и признали Нагорно-Карабахскую республику. И вот представитель исполнительной власти этого государства, понимаете, она себя ведет так, как будто бы находится в Швейцарии, где все, слава богу, хорошо. На самом деле, из поля зрения министра иностранных дел Франции абсолютно исчезло, во-первых, 120 тысяч жителей, среди которых более 30 тысяч детей, это хамское поведение так называемых экологов, врывающихся в автобус и запугивающих. Вы знаете, это не, даже это не варварство, это дикость. То есть азербайджанская политическая элита возвращает всех к эпохе дикости, когда можно было пугать, махать палками или там каким-то острым предметом. Вот мы сегодня, чтобы мы достаточно четко описывали события, нам надо отказаться от камуфляжа. Гуманитарная катастрофа, даже этнические чистки. Если только не упоминаются о том, что эти оба действия являются этапами или методами геноцида, то тогда это камуфляж. Каждый раз, когда кто-то говорит, что вот у Азербайджана есть политика этнической чистки, необходимо, чтобы все обязательно дополнили, что это является, согласно геноцидоведению, есть такая, к сожалению, наука печальная, это является или этапом, или методом геноцида. То есть, что бы мы ни говорили об Армении, они взяли высотки, они убили четырех солдат, да, там понесли с... Я вас спрошу всех, вот кто занимается вообще этой проблемой. Нужно понимать, что это не спонтанные и не отрывочные действия. Это действия, которые полностью соответствуют государственной политике Азербайджана, как второго субъекта международного права, совершающего геноцид над армянами. До настоящего времени эта формулировка, о которой я говорю, которая соответствует реалиям, она не произносилась. Международное сообщество, которое в 90-х, начало 90-х, в конце 80-х говорило, обращаясь к Горбачеву, что вы знаете, второй раз за 20-й век над армянами нависла угроза геноцида, сегодня не используют эти слова. Более того, посол США в Армении, когда, видимо, в ответ на вопрос, она сказала, вы знаете, я не могу характеризовать действия Азербайджана как геноцид. Мы должны, вот когда подумают, неужели вот такие все безразличные, нужно, собственно говоря, обратить внимание на внутреннюю политику современной Армении. Мы должны понимать, что не только попустительство, а какие-то неизвестные общественности, широкие общественности, даже эксперты, неизвестные закулисные, я очень мягко выражусь, переговоры, встречи. Никто сегодня толком не имеет представления о том, что это была за встреча в Праге с участием высокопоставленных, президент Франции, высокопоставленный чиновник Евросоюза. Кто-либо, если скажет, что он владеет этой информацией, мне будет очень интересно, вот как это он сделал, потому что нету такой информации. Второе. Мы сегодня говорим о том, что происходит в Армении на языке гуманитарной катастрофы. Именно с этим мы подали, Армения подала в суд, в Гаагский суд. И что? Гаагский суд, приняв решение о том, что это действительно так и надо, что это Азербайджан, они принудили каким-то образом это сделать? Что такое принуждение в международном праве? Это санкции. Что Европа и международное сообщество владеет инструментарием санкций, нам хорошо известно. По крайней мере, на примере России, на примере Ирана, мы знаем, что они абсолютно четко владеют этим инструментарием. И очень большим резервом они обладают. И что? Если им нужно. На вопрос о том, может ли... Если им нужно. Ну, я хочу сказать, это инструментария, это экономические санкции против отдельных лиц, это лишение возможности развития своей экономики и прочее. Мы понимаем, что это есть, они знают это. И вот когда спросили американского представителя, опять-таки, что могут быть какие-то санкции, они сказали, нет, санкций нету в отношении Азербайджана. Помилуйте, для того, чтобы были санкции, армянское государство должно было сделать вот вопрос именно вот в такой постановке, что происходит геноцид. Между прочим, руководитель правительства очень часто для внутренней аудитории, ну, казалось бы, прямо угрожает, что, да, Азербайджан готовит геноцид. Да, непонятно, даже если будет мирное соглашение, то это не значит, что исключена война, даже уже против Армении. Но для внешнего мира нет ни одной площадки международной, ни одной платформы, на которой бы Армения сделала вопрос геноцидальной политики Азербайджана в отношении армян, прежде всего, Карабаха. Нету ни одного такого международного какого-то сообщества, какой-то организации, где был бы вопрос поставлен и включен в политическую повестку этой организации, будь то ОБСЕ, это ее прямая обязанность, ОБСЕ, это безопасность и сотрудничество. Напротив, в ситуации, когда Азербайджан совершает несколько, извиняюсь, международных преступлений, например, военные преступления во время 44-дневной опять-таки геноцидной агрессии, это преступления против человечности, а именно негуманные отношения, о котором мы знаем не понаслышке, а по материалам, которые сами же представители этой политической элиты распространяют, то есть они не скрывают, когда говорят нарушение прав человека, тут за этим надо понимать, что нарушают, но скрывают, стараются, это не так, здесь демонстративное, буквально, вот, публичное изобличение международного права, даже президент Азербайджана сказал, что сейчас международное право не такой силы, сила должна быть, и мы силой вернули то, что нам не могли сделать международным правом, я хочу в данный момент еще раз напомнить, что все заявления Азербайджана, все его претензии на территорию Нагорного Карабаха, будь то НКО, будь то все те освобожденные территории, над которым был суверенитет республики Арцах, они не принадлежат Азербайджану в корректном смысле международного права, я хочу напомнить, что еще Лига наций территорию в четыре раза большую, чем НКО, назвала спорной территорией, и почему спорной, она даже не скрывала, она сказала, что на эти территории претендует страна, государство, которое впервые появилось, впервые в истории человек появилось, имея виду Азербайджан, и она претендует на территории, которые ранее принадлежали различным империям, я хотела бы для нашей публики, прежде всего, для всех, кто умеет мыслить, вы знаете, это очень важно, умение не ненавидеть, не что-то, а именно мыслить, четко заявить о следующем, само появление Азербайджана, как я уже сказала, было задачей продолжения и завершения геноцида армян, что, собственно, Азербайджан продолжает делать, и скромность посла США в Армении неуместна, поскольку мы должны понимать, что замалчивание этого геноцида означает или молчаливое участие, или поощрение. Я хочу напомнить статью 3 Конвенции о предупреждении геноцида, преступлении геноцида, наказания за него, в которой говорится, какие действия наказуемы, и там как раз есть это соучастие, призывы или участие в заговоре для совершения геноцида, для хороших юристов не представляет труда квалифицировать вот это скромное замалчивание, скромное в кавычках, как поощрение таких действий. И я бы не хотела сегодня оставлять впечатление того, что вот мы брошенные всеми, да, и международные. Это не так. Международное сообщество реагирует на активную политику и позицию страны, самой заинтересованной и являющейся членом международного сообщества, международного права. Это Армения. А то, что мы видим со стороны сегодняшнего правительства Армении, оно не поддается описанию на языке национальных интересов государств Армении и Нагорно-Карабахской республики. Я не оговорилась. Нагорно-Карабахская республика, да, государство. Делают все вид, что если это государство не признано, то оно вообще не обладает никакой международно-правовой субъектности. Вы знаете, безграмотность выражений и заявлений зачастую очень высокопоставленных чиновников, она зашкаливает. Между тем, международное право у ООН существует множество конвенций, множество решений, в которых четко говорится о государствах, не являющихся членами ООН, первое, второе, государствами, которые не признаны. В частности, определение агрессии, которое дается в соответствующей резолюции ООН, прямо отмечается, что агрессией являются вот такие-то действия одного государства против другого и описывается. Затем идет примечание сразу. В данном определении термин государства не предрешает ни его признание, ни того, что он является членом ООН. Поэтому сегодня, если мы говорим о том ситуации, в которой мы оказались, я считаю, что есть две задачи. первое, Армения, государство Армении в лице своих государственных деятелей, они обязаны пресечь, предупредить геноцид армян. Это конвенция. К этой конвенции присоединилась и Армения. Я даже не говорю о соотечественниках, о том, что это армяне, что это часть армянского народа. Я говорю, у Армении, как и у всех государств данного региона. Есть обязательства, в том числе и у всех, кого я назвала. Я случайно не называю та же Россия. Я называю Францию, США. И в данном случае мы отдельно можем говорить о роли России. Мы должны четко понимать, что никто не прекращал официально работу сопредседателей Минской группы. Это что за неряшество в международном праве и международных отношений, когда все еще существующие, потому что есть соответствующие решения, существующие сопредседатели, группа сопредседателей, которые трое, три государства, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, и что они не реагируют адекватно на происходящее в регионе, а именно геноцидальные действия Азербайджана в отношении армян, прежде всего Арцаха. Это нарушение международного права, это грубое, грубейшее нарушение международного права. Но я в данном случае повторяю, я обязательно говорю, а кто-либо на официальном уровне, где-либо армянское государство ставило так вопрос, мы, к сожалению, должны ответить нет. Все те радикальные оппозиции в том числе, которые говорят о том, что у Армении есть какие-то соглашения в лице правительства, соглашения, о которых не знает армянское сообщество, я присоединяюсь к ним, но я повторяю, до настоящего времени мы требуем, я тоже, вот когда я свои требования предъявляю к трем государствам, членам, постоянным членам Совета Безопасности, вы меня извините, я абсолютно четко подчеркиваю, что это возможно лишь в том случае, когда самое заинтересованное государство, член международного сообщества Армения прямым текстом, четко отражающим реалии, она ставит этот вопрос на самых различных площадках, будь то ООН, будь то ОБСЕ, будь то Совет Европы, будь то в конце концов Евросоюз, с которым у нас есть определенные проекты и программы, которыми мы с ними сотрудничаем, дело дошло до того, что от имени организации нейтральных государств, то есть не вовлеченных в какие-то военные блоки государств, представитель Азербайджана уже в ООН заявляет претензии к Армении, о которых я сейчас не хочу, я не хочу повторять, это все есть, то есть политика абсолютно неадекватная ситуация и политика, которую ведут государственные органы, которые ведут государственные органы Армении, она лишь позволяет продолжать агрессивные притязания не только на не принадлежащие Азербайджану на Горный Карабах, но и на территорию Армении, требовать таких компенсации и такой, якобы Армения оккупировала территорию, повторяю, не принадлежащую Азербайджану. Азербайджан чем, собственно, пользуется? Подписью премьер-министра Армении под трехсторонним заявлением от 9-го, 10-го ноября 20-го года. Территории, о которых говорится в этом заявлении, на эти территории суверенитет Армении не распространялся. Абсолютно никакой. Это ничтожная эта подпись в отношении тех пунктов, которые относятся к территориям, на которые не распространяется суверенитет Армении. Посмотрите, как молча все по умолчанию принимают, что это может быть такое заявление. Подпись одного по крайней мере подписанта не имеет юридической силы. Никакого государственного, межгосударственного соглашения, акта о том, что это Армения оккупировала эту территорию, нету такого. Это первый документ, который косвенно может быть так комментирован. даже Европейский суд по правам человека в ответ на принятом решении, там было параллельное решение Саркисян против Азербайджана и Чирагов против Армении, он там абсолютно несправедливо, но указывает всего лишь, что эта территория, доступ к которым не имеет Чирагов, они находятся под контролем Армении. Там нету слова оккупация. Это настолько различные термины, это настолько различные реалии, что именно подпись премьер-министра Армении, поставленная под этим трехсторонним заявлением, является единственным пока документом, будем так его называть, заявлением, заявлением, которое косвенно теперь уже Азербайджан напрямую комментирует как оккупацию Арцаха со стороны Армении. Вы знаете, это такое попрание со стороны армянского правительства, попрание всей более чем 33-летней к 20-му году истории, что этому можно дать только характеристику на языке Уголовного кодекса, в том числе Армении. Это нарушение нескольких основополагающих пунктов, статей Конституции Армении. И мы должны понять следующее, или работаем напрямую с правительством Армении, принуждая его подчиняться Конституции Армении, законодательству Армении, а также международному праву выполнять свои обязательства, взятые по международным договорам, в том числе предупреждения геноцида. Слово армян я даже не говорю. Это обязательство Армении. Или же мы, или можно вместе и работаем с международным сообществом. Поэтому я призываю экспертное сообщество, я призываю в конце концов оппозиционные силы, которые не являются оппозицией к внутренней просто политике Армении, а являются оппозицией к нарушению международного права со стороны государственных органов Армении. Я призываю их работать с международным сообществом напрямую. Это не так, что нету механизмов, по которым могут эти силы работать с ООН, работать с Советом Европы, с ОБСЕ. Нету такого запрета. Напротив, мы фактически лишаем сами себя того инструментария, который как раз создавался в международном праве для таких случаев. Я хочу напомнить, мы не первые народы, не первая нация, не первое государство, которое оказывается в столь запутанной, сложной и достаточно опасной для жизни каждого человека и для существования государственной независимости. Мы не первые и надо брать примеры, надо делать вещи, которые в самое время сказать, я уверена, они работают так же и на Азербайджан. Меня всегда так критикуют за то, что я это говорю. Я точно говорю, почему? Потому что потакание агрессивной политики Азербайджана... Непрепятствование означает потакание. Непрепятствие означает потакание. А это большая угроза. Не надо далеко идти за примерами. Даже такой развитый передовой народ, как... Вы говорите об элементарной самозащите. Об элементарной самозащите. И не надо думать, что вот как же так случилось и как это Азербайджан идет на поводу такой нацистской, давайте определять своими терминами, политики. Нету ничего странного. Некоторые государства, которые были, повторяю, более на высоком уровне развития той же самой демократии, правового государства, в частности, Германия. Мы же знаем, что они тоже катастрофу национальную переживали. Они тоже пошли на поводу нацистских призывов, параноидальных призывов человека, имя которого даже не могу называть. Я считаю, что первой жертвой этой политики был немецкий народ, он действительно был наказан. И точно так я считаю жертвой любой народ, политики и руководители которых ведут их по пути нацизма, по пути агрессивной политики. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что у нас в гостях был исполнительный директор общественной организации против правового прайсбола, первый омбудсмен Армении Лариса Лавертян. Беседа предлагаю Анаракеля. Всех благ. Всех благ и пусть будет мир.